youtube привет меня зовут дмитрий яковлев и хотел бы показать вам непосредственно свой автомобиль давайте начнем и начнем мы с небольшого осмотра вот такой вот у нас автомобиль итак ребят что у нас в машине опять давайте уберем этот беспорядок который к сожалению кстати очень хороший бардачок в этой машине так покрытие во первых вот эта штука она действительно мягкая выглядит знаете как будто некоторые люди говорят что это скажем так очень похоже на минивэн вот этого торпеда который уходит в капот дальний капот далекий капот давайте мы даже будем уезжать потому что не очень хочется чтобы эти товарищи наблюдали здесь какая-то там охрана еще у нас была одна машина я только приехал сразу приехала еще 10 так давайте аккуратненько проедемся все-таки чтобы итак ребят что я хочу сказать руль перед этим у меня кстати был автомобиль opel vectra c 2007 года с объемом с объемом двигателя 2.2 да и смысл в том что когда я пересел вот непосредственно на вот этот бмв автомобиль на этот автомобиль от марки легендарной бмв я конечно поразился дело в том что у меня трехцилиндровый двигатель в этом автомобиле и этот автомобиль есть быстрее чем opel vectra с объемом 2 и 2 дело в том что один по моему здесь объем двигателя 1.5 но при этом здесь он турбированный и это чувствуется это очень круто у него если взять по сравнению с opel им но вы представляете что такое opel vectra c если не представляете то ссылочка где-то должна быть вот здесь или здесь но я думаю что здесь то есть справа для вас opel мой разгонялся со скорых до сотни примерно за двенадцать с половиной секунд это при том что у него объем 2 и 2 если мы будем говорить с вами про бмв то бмв делает это гораздо эффективней то есть случае с бмв этот автомобиль идет со скоростью до сотни до набирают сотню за 9 и 5 паспортные данные как правило они завышены или наоборот занижены но у кого как у бмв в частности допустим про скорость до сотни там стоит 9 и 7 однако я сам лично 9 и 5 делал несколько раз с другой стороны расход у этого автомобиля представлен вернее заявлен паспортных данных четыре с половиной литра на 100 километров если вы едете межгородом а вот по трассе межгородом если же вы едете по городу то там 6 по моему с половиной литров и среднее 5 и 5 что-то такое в моем случае ребят совсем ситуация другая ну в данном случае вот мы с вами едем со скоростью 50 едем медленно и расход падает как вы видите 61 в данный момент уже естественно она показывает расход давайте посмотрим если вам будет более или менее видно я не буду приближать общем показывает день показывает километраж который вы прошли последний или что-то 4541 я не знаю время показывает 1336 и текущую температуру за бортом двадцать девять с половиной градусов показывает также окей то что у нас температура внутри двигателя там но в общем охлаждающей жидкости нормально вот ну и собственно говорит показывает какой режим у нас есть да да сколько у нас до заправки он показывает здесь также он показывает средний расход на данный момент ну не на данный момент получается за какой-то больше промежуток времени 8 и 3 и что он еще среднюю скорость показывает ну и сейчас он опять показывает километраж с которым мы с вами идем а если вы где-то останавливайтесь ребят ни в коем случае старайтесь не стоять на передаче несмотря на то что это автомат не нужно смотреть на передачу стоять на передачу вы поставьте ее на нейтралку обязательно либо поставьте ее на парк на парковку с одной стороны это хорошо с другой стороны не очень наверно потому что при торможение двигатель не участвует торможение а вот но при этом колодки стираются не хотелось бы да но в любом случае когда вы уже подъезжаете к какой-то пробке конкретной старайтесь переходить на нейтралку потому что но это действительно важно это двигатель будет ваш работать гораздо дольше нежели вы будете его парить перегревами всякими тем более сцепление там это все дело довольно сложно здорово на его очень здорово и так да конечно багажник у нас здесь с приводом мы открываем нажимаем на кнопочку открывается багажник машинка все равно очень крутая смотрится очень круто она великолепна сейчас я сниму именно с головы и покажу более вот так наверно это вам будет правильно смотреть на автомобиль вот так здесь помещается у меня родители просто очень любят и дачу и на даче они проводят очень много времени здесь помещается все 10 бутылок 5 литровых с водой несколько ведер несколько сумок все умещается здесь очень круто значит здесь прикуриватель ну что такое розетка какая-то не пользовался идет в комплект аптечка дальше резиновый коврик коврик я получил в подарок ниже идет у нас колеса запаски нет у нас ран флэт но при этом здесь что угодно можно носить но колесо можно было влупить но не знаю я ездил на этом автомобиле сочи и проблем никаких не было вообще дважды естественно открыл капот и мы смотрим наш автомобиль вот такой две стойки ну и ничего не понятно что здесь такое вообще движок он вижу куда горловина заливать воду какую-то жидкость аккумулятор я очень долго искал аккумулятор потом не сказали что он где-то здесь что-то там надо открыть и вытащить в общем такой движок чисто боемрочный чисто классный всем все видно да закрываем капот давай сейчас посмотрим на ходовые характеристики вы уже сами обратили внимание что машина в принципе едет классно вот обратите внимание я перехожу в нейтралку я надеюсь что вам видно вот так видно или не видно да должно быть видно я перешел в нейтраль просто потому что чтобы двигателю было легче чтобы он не нагревался чтобы сцепление не парилась здесь есть две вещи на руле еще лимитр вот кнопочка лим то есть включается определенная тема вы можете вот здесь вот видите лимит 37 вы можете ее поднять сильным допустим сильным толчком до любой цифры я делаю обычно до 80 километров в час и отнимаю легким толчком 2 2 единички есть еще но естественно уже у всех машин практически есть круиз-контроль нажимаем на круиз-контроль и поддерживаем скорость у которая нам нужна допустим едем сейчас 50 но я хочу 40 я сильно нажимаю переключаюсь сразу на 10 вниз на десять километров в час вниз это очень удобно я когда есть ехал как вам говорил уже в сочи 700 километров очень спокойно проехал очень себя хорошо чувствовал даже не устал в плане физиологии сидеть там и все такое так вот эта штука меня очень спасла круиз-контроль здесь дело в том что вот пальчиком можно показывать но вернее можно тыкать немножечко до увеличивать уменьшать она с функцией торможения я педалью ногой я не работал машина в принципе она достаточно солидное на дороге вам все-таки уступают место и это очень приятно и бмвшники уступают и другие автомобили видя этот автомобиль они понимают что это бмв видят что он новый красивый солидный естественно вам уступают место это здорово как мы посмотрим расход у нас 6 и 8 вот с такой незначительной скоростью на 100 километров это принципе совсем не дурно ну и что сейчас я немножечко умолкаю давайте я сейчас закрою окошко чтобы вы не слышали все кроме машины и убираю все штуки эти и двину вперед а вы послушайте как машина двигается там и все такое как раз а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ждем пока стрелочка тахометра опустится до 700 оборотов в секунду... Минут, конечно же... Проверяем наши данные, все ли в порядке... Я обычно езжу так... Нет, обычно я вообще вот так вот езжу... Ну посмотрим, ладно, будем контролировать... Итак, 0.7, смотрим, поехали... Даем задним ходом... И после этого... Даем передним ходом... Быстренько на этот раз рулим... Никого нигде нет... И давайте сейчас будем пробовать уходить... Пропустим машинку... Вторую... Кстати, крайне неудобно сделали вот эти вот ограждения... Потому что не видно самих машин... Ну и все, рулим, рулим, поехали... В общем, как я говорил про лимитер... Ставим лимит... Если видно... 40... 50... 60... 80... Убираем... То есть мы будем делать... «Стыка»... «Мастер» 58эп, «Астрейн»... И гибче чемпионер suasкет浭 сейчас... А негопон Ein Britain в Д début... Убираем б Tut Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Но что поделаешь» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 У нас уже все открыто Ну и на этом, собственно говоря, и все Всем хорошего настроения Удачи и пока-пока Друзья, пока